Вы смотрите программу «Губерния» и вот о чем расскажем. Как помочь детям с неврологическими и двигательными нарушениями сидеть и стоять правильно? Этому у питерских специалистов учились родители. Наш репортаж об этом, а также о важности хороших технических средств реабилитации и возможностях их получить. Новый сквер и два микрорайона появятся в центре Иваново. На улице Товарной появится новый микрорайон «Звездный». Идет строительство трех многоэтажных жилых домов с гаражными боксами. Два на 15 этажа и один на 11. Родная тетя отравила племянницу из-за наследства. Жестокие нравы села Иваново. Как наши предки решали вопросы 200 лет назад? Смотрите новый репортаж из цикла «Неизвестная история». Просто мне город интересен в разных попастах. Фабричные пейзажи, натюрморты, портреты. То, что жители привыкли не замечать, вдохновляет художника снова и снова писать на Галика Иванова. А также не пропустите авария с учебным автомобилем. Покажем момент столкновения. На легальных основаниях расскажем, каким образом удалось добиться того, чтобы одиноким родителям выплачивали положенное по закону. Картонные домики здоровья. Почему не устраивает качество строящихся ФАПов? Информационные итоги дня подведем в прямом эфире. С вами Наталья Сергеева. Здравствуйте. В ходе спецоперации на Украине погибли Алексей Попов и Егор Пеганов. Егор Пеганов уроженец Лежневского района. Он служил по контракту в другом регионе. Командовал мотострелковым отделением. Алексей Попов проходил контрактную службу в нашей области. Он был начальником медицинского пункта батальона. При исполнении воинского долга военнослужащие проявили мужество и отвагу. Губернатор распорядился оказать необходимую помощь семям погибших. К другим темам. Ивановских активистов Народного фронта не устроил новый ФАП в деревне Малышево. По мнению общественников, зыбкие объекты здравоохранения в Родниковском районе прослужат недолго. Напомним, местные жители с активистами регионального ОНФ три года доказывали чиновникам необходимость строительства в Малышеве фельдшерско-акушерского пункта. После настойчивых обращений областное правительство все же включило объект в национальный проект здравоохранения. В этом году в деревне построили новый ФАП. Осталось установить мебель и метаборудование. Однако эксперты ОНФ в ходе очередной проверки обнаружили серьезные нарушения технологии при монтаже конструкции. А также при возведении ФАПа не подумали об инвалидах. В частности, у входной группы отсутствуют поручни и лестничные марши. Полы зыбкие. Трубы водоснабжения и канализации с улицы не защищены от промерзания. Система вентиляции установлена только в туалете. Отопительные приборы тоже вызвали сомнения в их эффективности зимой. То, что полы выполнены из дерева, отсутствие вентиляции – это, естественно, закрытая коробка, что может привести со временем к гниению и разрушению этих конструкций. Наши замечания будут, во-первых, к департаменту здравоохранения, во-вторых, мы, наверное, будем прорабатывать этот вопрос на федеральный уровень, можем отправить. И, естественно, нужно прорабатывать с проектными организациями, кто вообще занимается проектированием строительства вот этих фельдшерско-акушерских пунктов для того, чтобы предусмотреть вот эти моменты именно для удобства и комфортности наших пациентов. Тем временем в регионе продолжается работа по установке современных фельдшерско-акушерских пунктов. Новая модульная амбулатория появится еще в 48 селах. Первый ФАП был открыт в деревне Дегтярево. Некоторые жители сельской местности уже успели отметить для себя плюсы и минусы пункта здоровья. Насколько долговечны медицинские домики на сваях и выдержат ли крепость Ивановских морозов, узнал Владимир Еремин. Последние пару лет в Ивановской области отдается предпочтение модульным конструкциям. В ФАПах нет газового отопления, но есть вода и канализация. Все внутри работает благодаря электричеству. Правда, общественники считают, вентиляции в них маловато. Размещение и количество вентиляторов предусмотрено техническим заданием, которое определено еще до заключения договора, на момент объявления электронного аукциона. Соответственно, в данном аукционе была предусмотрена установка одного вытяжного вентилятора в помещении сантехнического узла. Стоимость такого домика порядка 5 миллионов рублей. Как недавно подметили активисты ОНФ, смотрятся они хлипкими. И появились сомнения, долго ли выстоит при сильном морозе в сельской глубинке. Говорят, обогреватели не осилят нагрузки. Да и теплый тамбур по техзаданию в модулях не предусмотрен. Были произведены необходимые расчеты. И в соответствии с этими расчетами и впоследствии воплощенными уже в строительстве, в поставке федеральных и акушерских пунктов показывают, что зимние морозы до минус 50 градусов вполне допустимы для эксплуатации данных федеральных и акушерских пунктов. По словам подрядчика, при установке первой партии ФАПов в Ивановской области в количестве 50 штук занимались в очень сжатые сроки, да еще при низкой температуре. Фельдшеры стали жаловаться. Где-то линолеум пошел волнами, где-то окна разгерметизировались. Краска на пандусах и вовсе осыпалась. Несмотря на скромные размеры, ФАП укомплектован всем необходимым. Есть санитарное и хозяйственное отделение. Комната ожидания для посетителей. Очевидным преимуществом модульной технологии строительство – это малый срок возведения объекта. У нас в этом году в регионе рекордное количество ФАПов открывается. То есть 50 уже у нас построено и на данный момент лицензируется. И еще до конца года будет возведено еще 48 федеральных и акушерских пунктов. На модульный ФАП подрядчик уверенно дает гарантию 2 года. ФАП обещает при правильной эксплуатации, капитальном и текущем ремонте лет 50 на благо здоровья сельских жителей прослужит исправно. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В пятницу на перекрестке проспекта Ленина и улицы Громобоя столкнулись два автомобиля. Один из них – учебный. В момент аварии попал на камеру видеорегистратора. Красная «Лада Гранта» поворачивалась проспекта Ленина на улицу Громобоя, когда в нее на большой скорости влетел «Фольксваген Пассат». «Гранту» развернуло в обратную сторону. Удар пришелся в переднее пассажирское сидение. Эта машина оказалась учебной. За ее рулем была девушка-ученица, а рядом инструктор, которого от удара зажало дверью. Возволять его пришлось спасателям. По предварительной информации, у мужчины повреждена нога. Насколько серьезно, пока что неизвестно. За рулем «Фольксвагена» был молодой парень. После столкновения с «Ладой» пассат врезался в дорожное ограждение. Бампер у машины полностью разбит. Сам водитель не пострадал и от госпитализации на тот момент отказался. Два новых микрорайона появятся в центре Иваново. На улице Товарной уже начали возводить несколько многоэтажных жилых домов. Еще один комплекс вырастет на улице Рыбинской. Но пока что проект только на бумаге. Стартовало и благоустройство сквера у мемориала героям фронта и тыла. Как преобразится город, подробнее расскажет Яна Медерникова. Городская архитектурная комиссия одобрила проект первых трех зданий нового микрорайона. Вот так он впишется в окружающую застройку. На улице Товарной появится новый микрорайон «Звездный». Идет строительство трех многоэтажных жилых домов с гаражными боксами. Два на 15 этажа и один на 11. В дальнейшем к этим трем зданиям здесь добавится еще не менее 10. Предполагается, в микрорайоне будет детский сад, зона отдыха во дворах, общественные и коммерческие объекты. Первоначально архитектура объектов вызвала замечания экспертов. Проект отправили на доработку и при повторном рассмотрении идеи дали зеленый свет. Одобрены и концепции квартальной застройки на улице Рыбинска. Запроектированы первые два корпуса высотой 12 и 14 этажей. Кроме парковок во дворах, для личного транспорта планируется обустроить еще 102 места на участке дополнительного благоустройства на улице Набережной. Планируется обустроить тротуары из плитки асфальта. При озеленении будут использовать березы, сирень и кизильник. Во дворах также организуют места отдыха как для детей, так и для взрослых. Будут там и детские игровые площадки, и спортивное оборудование, и садово-парковые скамейки. И, конечно же, контейнерные площадки для сбора ТКО. Скоро преобразится и сквер у памятника героям фронта и тылом. Напомним, дизайн проекта этой территории ивановцы выбирали в прошлом году. Здесь вовсю идут работы по благоустройству. Мы уже сняли верхний слой грунта и разметили местность. Яна Ведерникова, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Поставлена точка в продолжительном судебном споре одинокой мамы с государством. Районный суд ранее признал неправомерным отказ в назначении социальной выплаты. Однако пенсионный фонд оспаривал это решение. Дело дошло до кассационного суда. Екатерина Муравьева еще прошлым летом обратилась за назначением выплаты на ребенка от 8 до 17 лет. Она положена одиноким родителям с низким доходом. В пакет документов, которые надо предоставить в пенсионный фонд, входит исполнительный лист об элементах. Однако некоторые пары при разводе оформляют нотариальное соглашение об элементах. Законодатели упустили этот момент, и это стало основанием для отказов. Интересы Екатерины бесплатно представляла руководитель Верхневоложского юридического бюро Вита Галайба. Она обратилась в суд. Еще один аналогичный иск в интересах другой одинокой мамы подала прокуратура области. Оба иска были выиграны, но пенсионный фонд подал апелляционные жалобы. И все же решения в пользу истиц вступили в силу. Пособие назначили, но ведомство все же обратилось в кассационную инстанцию. Вчера у нас в Октябрьском суде рассмотрение дела состоялось посредством видеоконференц-связи. Результат положительный. То есть решение первой и второй инстанции было оставлено в силе. Поэтому посчитаем, что в данном ситуации должна быть уже поставлена твердая точка. Сейчас короткая реклама и смотрите сразу после нее. Как помочь детям с неврологическими и двигательными нарушениями сидеть и стоять правильно? Этому у питерских специалистов учились родители. Наш репортаж об этом, а также о важности хороших технических средств реабилитации и возможностях их получить. Просто мне город интересен в разных опасностях. Фабричные пейзажи, натюрморты, портреты. То, что жители привыкли не замечать, вдохновляет художника снова и снова писать на Галикое Иваново. В Иванове на базе областной детской больницы прошло обучение постуральному менеджменту. Если объяснить простым языком, это обеспечение правильной позы ребенку или взрослому с нарушением работы опорно-двигательной системы. Сидеть, стоять, лежать и ходить правильно учили специалисты из Санкт-Петербургского центра. А также объясняли, почему это важно и за счет чего можно скорректировать положение в пространстве даже таким детям, которые не могут передвигаться самостоятельно. В актовом зале областной детской уже привычно видеть медиков, но сегодня здесь больше мам, пап и бабушек, детей, у которых разная степень ДЦП. Все они внимательно слушают о постуральном менеджменте, науке о том, как обеспечить правильное положение человеку, который сам этого не может, чтобы он мог развиваться. Просто приобрести коляску и посадить в нее ребенка, этого недостаточно. Нужно правильно ее настроить, высоту подголовника, подножки, угол этой подножки. То есть это все должно быть организовано правильно, для того, чтобы ребенок чувствовал себя корректно и правильно, чтобы он мог обратить внимание на продуктивную деятельность, а не на то, как удержать себя в пространстве. Рассказывать о важности правильности позы в жизни людей с нарушениями опорно-двигательной системы приехали специалисты из Питера по договоренности с организацией «Солнечный круг». Постуральный менеджмент нужен не только для правильного двигательного развития, но и для профилактики вторичных осложнений. Вторичные осложнения – это деформации различные со стороны костной системы, вывиха тазобедренных суставов, нарушение глотания, нарушение пищеварения. То есть все органы системы из-за того, что тело находится в неправильном положении, они подвергаются очень большой опасности. И если вовремя не придать правильную позу, не научить ребенка ее удерживать, если он может это делать, это может привести к плачевым последствиям. Дети с неврологическими или двигательными нарушениями не могут сами скоординировать свои движения и научить тело находить правильное положение. Поэтому уже с шести месяцев можно применять различные средства технической реабилитации. Например, научить малыша сидеть с помощью специального кресла. Еще важнее – обеспечить правильное вертикальное положение. Для этого существуют специальные вертикализаторы. Первое, что мы делаем всегда – выравниваем таз, ограничиваем его по бокам, выравниваем корпус, делаем поддержки в виде либо ремней, либо таких же боковых поддержек. Обязательно выравниваются ноги. Ноги должны стоять хорошо на опоре, а бедро и голень должны быть по одной линии и зафиксированы тазовым упором. Даню Галкину 15 самостоятельно передвигаться он не может. Чтобы улучшить качество жизни, парню помогает встать правильно. Рядом с ним – Артем. Оба героя одеты в необычные костюмы – нейромышечной стимуляции. Уже отмечают улучшения. Артему 14 лет, у Артема децепета тропорез. И есть конус – это постоянное подергивание мышц, если по-простому объяснить. И вот после часа ношения мама отметила, что они снизились, и Артем не мог в данной коляске опустить стопы на подножку. Сейчас вот в течение часа стопы опущены, клонусы снижены, и он себя прекрасно чувствует. Реабилитация где-то в медицинских центрах дает толчок к развитию. Но чтобы удержать и развить эффект, нужно постоянно удерживать таких ребят в правильном положении. Сделать это не так-то просто. Средство технической реабилитации – дорогое удовольствие. Коляски, которые нашим детям необходимы, они начинаются от 200 тысяч и выше. Компенсация идет 27-30 тысяч. Но в последнее время, в последний год, конечно, наша ФСС, они начали делать индивидуальную закупку. Питерские специалисты говорят, что российское законодательство позволяет получать любые средства реабилитации. Но никто не говорит родителям, как это сделать правильно. Ивановским семьям это поможет сделать эрготерапевт в рамках проекта «Мама – лучший реабилитолог». Родители особенных детей осваивают современные реабилитационные методы. Самое важное при подборе – это учитывать все параметры индивидуального ребенка, его особенности и правильно произвести замеры. От этого будут прописаны, эти данные будут прописаны в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. И согласно этим параметрам, этим данным, ФСС закупает необходимое оборудование. Основная задача эрготерапевта – дать как можно больше возможностей ребенку жить максимально полноценной жизнью. В том числе и детям с палеотивным статусом. Кстати, для улучшения их качества жизни тоже нужно обращать внимание, в каком положении находится тело ребенка. И помогать располагаться правильно. Наталья Сергеева, Денис Железов, телекомпания «Барс». В Иванове едва не погибла семья. В этот понедельник муж, его беременной супруга и ребенок стали жаловаться на общую слабость, головную боль, рвоту. Вызвали скорую. Медики заподозрили отравление угарным газом. Выяснилось, что буквально накануне глава семьи самостоятельно перенастраивал газовую плиту и что, по всей видимости, стало причиной массового отравления. Женщину и ребенка отвезли по разным больницам. Отец от госпитализации отказался. Детективная история, которой 200 лет. В ней есть все. Внушительное наследство. Отравление ядом и неожиданный финал. В первой половине 19 века Иваново бурно развивалось экономически. Атмосфера в селе была пропитана жаждой наживы. Люди по час шли на многое ради денег. Наш следующий репортаж о громком деле, в котором тетя жестоко расправилась с собственной племянницей. В 1811 году в селе Иваново умер фабрикант Иван Гривогузов. У него остались дочь Аполлинария и брат Яким. Они являлись прямыми наследниками предпринимателя. Однако вступить в права наследства не могли, так как были детьми. Фабрика, двухэтажный дом и другое имущество были переданы во временное управление опекунам. Все наследство составляло 20 тысяч рублей по оценке опекунов, когда принимали под опекунство. Оценили 20 тысяч рублей. По нынешним деньгам это больше 20 миллионов. То есть приличное наследство. Спустя несколько лет Яким Кривогузов достиг совершеннолетия и заявил права на свою часть наследства – 10 тысяч рублей. Опекуны стали готовить имущество к разделу. И тут неожиданно заболела вторая наследница Аполлинария Кривогузова – племянница Якима. Девятилетняя девочка в течение трех дней мучилась сильными болями и рвотой. А потом скончалась. По признакам болезни шуйский штабляк Ревенедиктов, который осматривал тело, вскрывал его. Он установил, что это было отравление. Не смог понять, каким ядом химический анализ не смог провести. Но по внешним признакам болезни установил, что это был, скорее всего, мышьяк. Подозрение пало на тетку Аполлинарии Евдокию, жену Якима. Следствие установило, что в день, когда произошло отравление, девочка была в гостях у родственницы. И та угощала ее чаем. Об этом свидетельствовала служанка. Да и мотивы были налицо. В случае смерти племянницы ее часть наследства переходила к дяде-стетей. Впрочем, сама Евдокия это категорически отрицала. Она утверждала, что произошедшее – всего лишь цепь случайных совпадений. И она тут ни при чем. Расследование дела зашло в тупик из-за существующих на тот момент особенностей уголовно-процессуального законодательства. Слово придавалось очень большое значение. Если два слова, два человека давали прямо противоположное показание, решение придавалось, как тогда говорили, на волю буржью. То есть, если материальные доказательства чего-то не было, решение повисало в воздухе, так сказать. А материальные доказательства найти очень было трудно. Таким доказательством, например, мог бы стать ядовитый порошок, найденный в доме. Но злоумышленница поступила предусмотрительно – замела следы. Поэтому Евдокию Кривогозову признали невиновной. Впрочем, спустя три года все кардинально изменилось. Уголовное дело попало на рассмотрение в Сенат. И высокие чиновники изменили вердикт. Было решено, что местные чиновники решили дело неправильно. Здесь уже слишком явно было… Они посчитали, что слишком явно явные улики. Просто негде было отравиться больше девочки. И, в общем-то, древний принцип «кому выгодно?» явно указывал на полинарию. Евдокию Кривогозову, как ее виновницу отравления. Правда, решение сенаторов было неожиданным. Евдокию Кривогозову хоть и признали виновной, но наказывать не стали. А вот судебный стряпчий и полицейский пристав, которые расследовали дело, лишились своих должностей. Чита Кривогозовых вступила в права наследства. Однако возобновить фабричное производство и разбогатеть еще больше супруги не сумели. Тем не менее, полученные деньги обеспечили им безбедную жизнь. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В музейном выставочном центре открылась персональная выставка ивановского художника с говорящим названием «Город Владимира Маяковского». Владимир Маяковский приехал в Иваново в 90-х годах, будучи уже зрелым художником. После Орского художественного училища окончил Московский художественный институт имени Сурикова. Работает сейчас в Политехническом университете на кафедре дизайна костюма и текстиля. О выставке Маяковского репортаж Ирины Афониной. Иваново поразило Владимира Маяковского сразу и навсегда. Жителям областного центра наш город настолько примелькался, что в ежедневной суете они не замечают его особенностей. Я вот тогда приехал, сразу мне бросил в глаза вот эти вот фабричные корпуса, фабричная архитектура. Просто вот откуда я приехал, с Южного Урала, вот там с городка, вот там такого нет. Там большие современные какие-то корпуса, а здесь вот они как крепости какие-то, города в городах. А люди, приезжающие из других областей, указывают на то, что старинные фабричные здания, расположенные в центре города, явление уникальное. Краснокирпичные строения воспринимают по-разному. Художнику они видятся как замки и крепости. Привлекает Владимира Петровича не только промышленная архитектура. И мне это сразу вот запало, и я с удовольствием пишу здесь в Ивана. Иванова у Маяковского вполне узнаваема. Стили здесь очень разные. Здесь есть как такой немножко театральный стиль, очень яркий. И иногда создается впечатление, что вот мазки как будто бы цветным карандашом написаны. И это однозначный стиль, по которому Маяковского узнают. Мастер пишет по-разному, по настроению. Это может быть доступный реализм, а может быть и фантазийный сюжет. Однозначно, улочки, промышленные пейзажи, гуляющие горожане – это не фотографии. Это собирательные образы, отражающие жизнь города. Люди на полотнах живут своей обычной жизнью, гуляют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. И здесь художник, он пытается передать такую же манеру, что удивительно рядом, что жизнь прекрасна, что вот они люди, вот они сидят в городских пейзажах, которые на самом деле очень интересны. То есть художника они привлекают. Художника привлекают не только городские картины, праздники. Есть у него и работы, связанные с производством. Например, эскиз «Кран-Экс» литейный цех. Это не случайно. Художником Маяковский стал не сразу. Учился в машиностроительном техникуме. Изучал литейное производство. Делаю в данный момент так, как мне интересно. Вот и все. Вы человек открытый? По-разному. Вы веселый человек? Да я бы не сказал, что очень веселый. Бываю веселый, но больше такой задумчивый. Ирина Афонина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». И под занавес выпуска расскажем о погоде. На улице может быть дождь и ветер. А в текстильном центре «Рио» всегда хорошая погода и приятные подарки. Кофе, бургер, лимонад. Каждый будет очень рад. По будням «Рио» угощает своих покупателей. Дарит свет, тепло и радость. Заезжайте. Акция действует по будням. Уни-дом. Счастье в каждый дом. Только до конца мая. Акция «Мечта». Купи в уни-доме любую сковороду «Мечты». И вторая – 24 сантиметра. Всего за 599 рублей. В субботу в нашем регионе ожидается пасмурная погода «Дождь». Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов. Ветер юго-западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и составит 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%. По прогнозам синоптиков, в воскресенье осадки продолжатся, а температурный фон останется без изменений. Ну вот такими были события этого дня. Я с вами на этом прощаюсь. Желаю хорошего вечера и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова